приветствую на канале а смотри play вот мы и дождались наконец-то gothic а хочу ее представить да она заезжена игра многие кто ее уже проходил хочу представить ее до того как пока не вышел ремастер потому что потом ее замыли и я естественно скорее всего тоже и и буду пропагандировать это одна из лучших игр двухтысячных здесь у меня стоит так я качал по крайней мере 18 хотя у меня есть диск в оригинале но нет диска вода у меня там стоит 11 самый первый выпуск мне подарили и в отличие от остальных игр пока еще не находил в других играх где музыканты играют в моей игре приходят музыканты я уж не помню в какой голове и играют очень хорошую музыку на сцене здесь же такого пока еще не находилась так предыстория разработчики выход из игры давайте новая игра у нас и будем смотреть что же нам представить данные игра долгие годы объединенным королевством мертана правил король рабар 2 за время своего правления он подчинил себе всех жителей королевства и расправился со своими врагами со всеми королевство подвергалось нападением орков сдерживать их натиск удавалось благодаря неустанно труду заключенных армии короля нужны были мечи которые ковали из руды добытой в шахтах хориниса за малейшую провинность людей арестовывали и отправляли работать на шахты заключенных привозили со всех концов страны чтобы исключить возможность побега король поручил самым могущественным магом королевства возвести над шахтами магический барьер я был одним из этих магов мы объединили свои силы чтобы достичь цели но магическая энергия обернулась против нас и мы сами оказались внутри барьер заключенных нельзя было оставлять без присмотра ценности внешнего мира перестали иметь для них значение и они стали хозяевами огромной территории хоринис со всеми его шахтами попал в руки преступников и мы были бессильны помешать им теперь бывшие заключенные требовали очень высокую плату за руду у короля не было иного выбора он должен был принять их условия именем короля рабара второго правителя объединенного королевства миртана я приговариваю этого заключенного приговоренный у меня к тебе есть предложение ты должен отнести это письмо главному могу круга огня ты напрасно теряешь время награду ты сможешь выбрать себе сам он даст тебе все что ты пожелаешь хорошо я возьму твое письмо с одним условием пусть судья замолчит ты тихо хорошо отправляйте его можно же как-то было покурить беда не приходит 1 добро пожаловать хватит оставьте его и уходите отсюда диего дружище меня зовут диего а меня я не хочу знать кто ты такой ты только что появился здесь а я присматриваю за новичками для начала хватит и этого если ты хочешь остаться в живых в этом гиблом месте тебе придется поговорить со мной впрочем умереть ты можешь в любое время и кто я такой чтобы помешать тебе ну так что ты думаешь расскажи мне об этом месте расскажи мне об этом месте все что находится внутри барьера мы называем колонией ты уже знаешь что мы здесь добываем руду для короля но по крайней мере в старом лагере в колонии есть три лагеря старый лагерь самый большой он был первым так как я смогу найти старый лагерь иди по этой дороге старый лагерь ближайшее безопасное место на твоем пути между лагерями шляются толпы диких тварей разгуливать там безоружным самоубийство где я могу взять оружие когда дойдешь до старой шахты поищи вокруг я уверен ты найдешь что-нибудь сносное ее легко найти в нескольких метрах от выхода из ущелья почему ты мне помогаешь почему ты мне помогаешь потому что тебе нужна была помощь буллетт не стал бы долго возиться с тобой ему нравится убивать таких как ты а я не хотел просто стоять в стороне и смотреть я же не просто так пришел сюда у меня есть для тебя одно предложение предложение да я думаю после знакомства с шайкой буллета ты понял что тебе нужна защита каждый кто попадает сюда должен сделать свой выбор в колонии есть три лагеря и ты должен будешь присоединиться к одному из них я здесь для того чтобы показать новичкам что старый лагерь лучшее место для них ну чтож вот здесь хочу остановиться поподробнее потому что так ладно сейчас давайте а что сейчас делает этот буллет давайте а что сейчас делает этот буллет он с остальными переносит в лагерь припасы из внешнего мира ты найдешь его там но если ты хочешь отплатить ему будь осторожен буллет опытный боец ну и так как я знаю уже что он мой друг то что я играл я могу доверить ему вот эту тайну у меня есть послание для верховного мага круга огня да ну мне дал его какой-то маг перед тем как меня сбросили сюда твое счастье что я последнее время не в ладах с магами любой другой мигом перерезал бы тебе глотку за это письмо маги хорошо платят гонцам а здесь большинство людей не имеет за душой и гроша на твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор пока не встретил кого-нибудь из магов правда тебе на это не стоит рассчитывать почему маги живут в замке старого лагеря но только люди гамеза могут входить туда ой да ладно кто такой гвс кто такой гамез гамез самый влиятельный из баронов он хозяин старом лагере как сильнейший человек в колонии к если я захочу стать одним из его людей а если я захочу стать одним из его людей что мне нужно сделать у ворот замка ты найдешь человека по имени торус скажи ему что тебя прислал диего понятно спасибо за помощь встретимся в старом лагере сразу хочу сказать вот я говорила хочу остановиться на этом что я хочу поступить в новый лагерь потому что в старый лагерь попасть так сейчас старый лагерь попасть это очень легко и легче легкого попасть это в лагерик спящего такая как аху наступить а вот в новый лагерь это ой так минутку подождите я поменяю управление так вот управление поменяю подождите мышь подожди да подожди ты мышь мышь так ой нет 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 и и так вот вроде бы настроил надо привыкать немножко до что у нас здесь бой все берем близко не подходим это нас убьет ой тут после этого кто-то выигрался зомбиков до хитмана все охота у него инстинкты проявить чтобы это высветили предметы валяющиеся да так тот отвыкать от той игры опять к это но блин что я хочу сказать эта игра очень хороша очень старая монета кстати у старой монеты даже за него не ценится ничего в готике 2 ночь ворона этого подобное там и хоть обменивать можно не будем искушать судьбу здесь у нас валюта идет в груди маленьком кусочки руды если сейчас получится я покажу ее где у нас тут собираем все что можно ох как у меня тут все а вот 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 все забываю графика до оставлять конечно желать лучшего но надо на тот момент когда готика выходила это было лучше корей стражник сразу скажу что толку от них по крайней мере я не помню чтобы от них толк какой-то был на них их можно потом убить если случае чего и получить за них опыт но также еще и раздеть их взять оружие арбалета только учтите что не они вам по шеям на дает так да убери ты как тут блин на какую так это оглядеться стой 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 ну-ка надо надо что-то чувствительность мыши поменять игра вот так вот а то я что-то больно уж живой так где у меня кнопка действия не понял а вот там кстати да сразу скажу что игра маленькая так как бы как бы сказать подлагивать или что-то в этом роде поэтому что ты здесь делаешь что ты здесь делаешь контролирую чтобы никто не подошел к месту обмена в особенности этих головорезы из нового лагеря ты новенький не так ли тебя не только сегодня забросили к нам да все таки есть держись подальше от парней из нового лагеря я да и все остальные кого ты видел вместе обмена работаем на старый лагерь с диего ты уже говорил с ним конечно да поговорил хорошо тогда ты уже знаешь что здесь к чему чему ты советуешь держаться подальше от людей из нового лагеря почему ты советуешь мне держаться подальше от людей из нового лагеря новый лагерь это тебе не старые где тихо и безопасно новый лагерь не получает товары из внешнего мира поэтому все что им нужно они просто крадут так понятно а старый лагерь здесь всем заправляют бароны следом за ними идет стража и призраки ну а рудокопы в самом низу этой цепочки каждый кто прибывает сюда сначала работает рудокопом если хочет чего-то больше то ему придется потрудиться чтобы потом стать призраком когда я вышел на берег один из типов встретил меня кулаком когда я вышел на берег один из типов встретил меня кулаком так со всеми новенькими своего рода боевое крещение а в старом лагере много еще таких людей конечно всегда можно встретить какого-нибудь негодяя но если ты платишь за свою защиту тебя не тронут но это понятно и так я видел сюда вместе с так отправили какую-то женщину я видел как сюда на роли не играли отправили какую-то женщину до бароны получают все что хотят ты хочешь сказать что за руду король присылает сюда женщин они такие же преступницы как и все мы здесь они нужны гамезу а потому не сидят в тюремных стенах там хотя не знаю что хуже окно и последнее где здесь можно найти оружие возле заброшенной шахты может что-нибудь найдешь это немного дальше вниз по тропе но лучше в драку не лезь какой-нибудь ржавой киркой в руках такие вещи тяжелые и неудобные да и оружием не назовешь неопытному бойцу лучше таким оружием не драться ну разве что в крайней необходимости либо если силы дохренища постарайся добраться до старого лагеря живым и так мы идем все равно как бы то ни было старый лагерь собираем теперь твоя очередь негодяй так а как брать то здесь все теперь здесь брать все блин ну чтож вот первая шахта где мы собственно так собираем абсолютно все как мухи подби руки не забывайте тут все это можно будет продать стрелы от умышки берем все так я уж не помню нашим зажимаешь вроде десятками кладешь или все сразу забираешь тоже надо будет посмотреть потом вот вот она а кирка это первое наше оружие будет кусок руды видели ой честно сказать я уже не помню что там подождите сохранюсь сохраняться здесь да можно в любой момент поэтому не перепутайте кто подожди зелья оружие вот оденем ой я в шахту попал какой валим конечно отсюда вы чё я самом начале какая шахта вы чем думаете ой я какой-то крутой ну-ка давайте посмотрим атрибутику так следующий уровень 500 и опыт 5 у меня нет гильдии защита нихрена мне в общем нету вы правильно только начало же давай поднимаемся поднимается он кстати своеобразно а так а теперь подождите смотрим чё не хватает силы подождите сохранимся тихо давай я пока я попалял с первого удара груза гасить на это не смотрите блин сюда скрота крыса больше ничего не взять смотрю тут бывают стрелы воткнуты в деревяшке что тут есть туда нам не подняться а хотя вот во второй части не ночь ворона какая-то другая часть да там вот он поднимается и уходит там пещерка есть об этом не сейчас мы будем говорить сейчас у нас первая часть и нам главное не застрять вот туда так запрыгиваешь во второй части и там по миссии надо будет проходить смотрим что мы имеем так в дереве ничего нету дереве ничего нету вот смотрите вот видите кусочек руды это вот наша валюта смотрите какой грустный опять же на мосту смотрите можно встать посмотреть интересно да так там шахте были но это еще не все вот сюда вот мы сейчас можем залезть два раза минутку давай нет 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 он даже в структурах пропадать блин на это сильно внимание не обращайте потому что я говорю на тот момент это была самая классная игра а тут ничего нет на крыше ну и кстати многие все еще согласятся что даже третья часть ее не превзошла первая часть а вторая часть берем все берем так я даже не помню в чем в той пещере то было так зажимаем shift все нормально все берется вино пока пить ничего не надо потому что мы с торгуемся оно нам пригодится наверх тоже пока вот сюда залазить не будем хотя видите можно а у нас потом надо будет залазить если я не ошибаюсь если там миссия в какой части продаешь не помню вот здесь у меня если помню 11 стрелами было утыканул здесь пенек все вот здесь разорвано и охранял это все падальщик подальщик 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 есть такой а вот мы падальщик а вот второй падальщик а вон второй падальщик ну пойдем нападальщик а на на и к вау давай еще немножко так загасили собираем такой микро бонус стрелы давай давай я знаю что вы есть вот так собирается по разному более отходить от говорю раз так нет ладно подождите минутку и может чего-нибудь даже еще и найти сможем вот склит у тебя ничего нету у тебя ничего нет там вот еще один падальщик вдоль дороги у падальщиков такая особенность им надо навалять сразу первым а иначе они еще и кстати они толпой передвигаются вот это если их там двое трое то они нападают толпой давайте вот да да давай лево вправо влево вправо влево вправо вправо влево вот так вот говорю же главное не отступать если уж напал то гаси эту падлу так нам все равно надо будет в старый лагерь сходить даже перед тем как вот он видите это старый лагерь а он там чуть выше вот над головой там заброшенный замок ну нам туда еще рановато а вот там тоже заброшенный замок ну нам туда тоже еще рановато да мы еще слишком слабые немощны поэтому мы будем вот здесь обитать передвигаться пока вот так вот будем собираем будем копить варить зелья ну думаю варка зелья вам не очень будет интересно покажу один два раза если получится конечно слева здесь варит как это все делается как это все делается я уж просто не помню то что цветы жиром для кизаки то хреном нужны же остальное буду варить в перерывах такое со мной больше не случится вот это ребята из нового лагеря самое что прикольно если ты их будешь обманывать здесь людей они потом как-нибудь это вычислят тебе хана а вычислить они ты можешь что попало попасться может вообще на какой чужие проблемы не мое дело ой я не буду вмешиваться больше не хочу слушать эту болтарь тут тоже сопровождающие когда тебе набиваются так вот смотрите эй ты что тебе нужно хочу предупредить тебя прямо за нами начинаются охотничьи угодья а на кого здесь можно охотиться нападальщиков мы добываем дичь к тому же их не так уж сложно убивать нужно только знать как да и как это сделать спроси моего напарника дракса он в этом гораздо лучше разбирается почему эти места считаются опасными ты только что прибыл да в колонии нет безопасных мест каждый шаг таит какую-то опасность на дорогах между лагерями не так опасно но даже там тебя может поджидать пара волков или ящериц для которых ты станешь легкой добычей и тебе от них не спастись если у тебя нет ни хорошего доспеха ни стоящего оружия где я могу найти хорошие доспехи и оружие у торговцев в лагерях отсюда недалеко до старого лагеря иди по дороге и без труда его найдешь но в новом лагере из которого мы пришли вещи стоят не так дорого если конечно найти нужных людей если зайдешь в старый лагерь найди мордрога он один из нас у него ты сможешь купить хороший товар по низкой цене расскажи мне о том что находится в этой колонии чтобы быстро найти дорогу от одного лагеря к другому лучше купить карту так ты избежишь многих неприятностей я имею в виду встречи с разными существами которых лучше никогда не встречать они обитают в разных ущельях избегай старых развалин здесь их очень много большинство из них старые укрепления оставшиеся со времен первой войны с орками иногда можно встретить и покинутые поселения орков обычно в таких местах можно еще встретить орков или даже более опасных тварей а ночью от таких мест вообще лучше держаться подальше и мой последний совет не стоит бродить по местным лесам ну это точно так вот кстати до этого зомби играл там точно не надо бродить по городу где мне достать карту спроси об этом людей из старого лагеря по-моему там жил один картограф может у тебя получится выудить у него какую-нибудь карту а может у него будет карта и для меня А зачем это тебе? Разве он не продает их? Ну, за нее придется отдать не так уж мало руды И что будет после того, как я отдам ее тебе? Ты можешь рассчитывать на мою помощь Ну, это хорошо Спасибо за помощь Только не думай, что здесь все будут рады помочь тебе Конечно, у новичка отбирать нечего Но некоторые могут убить тебя просто потому, что им приглянулась твоя кирка Я это запомню Короче, за просто так душу губы здесь Да, дурное дело, мхи к этому делу Так, а ты охотник, да? Ты охотник, да? Кажется, да А что тебе нужно? Ты можешь подсказать мне, как лучше охотиться? Я могу обучить тебя, но все имеет свою цену И какова это? Я пока бедный пока Для начала бутылка пива Вот Там посмотрим Я вроде в пещере брал Так, вот твое пиво Вот твое пиво Так ты расскажешь мне об охоте? Эти места населены крупными птицами Мы называем их падальщиками Атаковать их нужно поодиночке Выманить падальщика из стаи проще простого Когда ты подойдешь ближе, птица забеспокоится, а потом стремительно бросится на тебя Держи оружие на готове Нанеси удар первым Падальщик остановится, и у тебя будет тактическое преимущество Тогда ты с легкостью его одолеешь Ну, а если он ударит тебя первым, тогда... Но этого лучше не допускать Вот что я и хотел вам тогда сказать, что если начали атаковать, старайтесь его сразу добивать Ну, давай Ты можешь научить меня правильно разделывать добычу? Конечно могу Но на этот раз ты пивом не отделаешься В здешних краях можно добывать шкуры, клыки и когти, если знать, как это делается Но за это знание придется заплатить Охотничьи трофеи обычно высоко ценятся Так Я хочу научиться правильно разделывать добычу Я могу помочь тебе И вот он, чем у меня может так Два очка обучения, сто руды Два очка обучения, пятьдесят руды Добыча шкур, когтей Вот это потом нам пригодится в случае продажи Ты хочешь сказать? Так что Может быть это правда Давайте сохранимся Ну и тоже Так, 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 подожди, подожди Ну-ка, там еще одна реплика же у тебя была Ты просишь слишком много Конечно Ведь охота хороший способ заработать руду И если ты не знаешь, как правильно разделывать добычу То все убитые тобой звери просто сгниют без пользы А ты упустишь возможность заработать немного, продав их шкуры На твоем месте я постарался бы научиться охотиться как можно быстрее Ну что ж, мы можем, конечно, вам всех позабирать Ну блин Так ты говоришь Рано и еще рано О, сырое мясо Здесь никому нельзя доверять Вокруг слишком много предателей Слишком, конечно, его зло На шкурах спят Так и не доставайте оружие Раньше, если нет необходимости Не то, что сейчас А иначе вам хана Посмотрим сюда Сюда Возможно Сохрани этот тайм Давай, поехали Лучше этого не знать Поехали Давай, давай Вот он один Вот предел Побежал Побежал Эй Кто тебе дал? На Блин Давай Давай Лучше Снимите Возможно Давай Точно Не помню Уже По одному Они нападают Или все толпой Могут напасть В третьей части По-моему Если один Хотя бы напал Другие уже не нападают Сохрани этот тайм Так Ты застрял Я не имею отношения Здесь нельзя говорить, что попало На Нельзя верить Вот так Все собрал Спешка не доведет до добра Сколько можно повторять Давай, давай, давай Мясо мне, как думаю Должно пригодиться Еще надо мясо в жуков набрать Потому что Ой Ну, по поводу жуков-то вот Да нет, нет, нет Блин Это моя кровь Видите, бежит Я истекаю кровью Ну, тут жестокость можно ставить Ставим жестокость И Больше крови, меньше крови На 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 Все Кто там Можно переплыть Кто хочет Так, а что у меня Возможно Ну, ладно Пусть кровь остается Пока тогда Хотя нет, подождите Давайте Сильно Такую жестокость Уберем На Стройки Игра Так Вот она Жестокость Просто много Ты кого-то Смотрите А не кого-то Гайся Там Он Те двое Так Ну, давай 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 Давай, еще родок Еще Оружие хоть не изнашиваться И уже хорошо Смотрим Внизу Никого Вау Соты Шершна Я даже Не помню Вылили Они Потому что Во второй В третьей Готике Как муха Подберуха Ей-богу Чего-то Только У тебя У тебя Нету С охранниками С этими Говорить Бесполезно Они Максим Что Скажут Иди Вперед Там Старый Лагерь И Нех Не Зашляться Видите Просто Старажники И Ими Ни Даже Нету У Этих NPC Я Сейчас Не Помню Ну-ка Давайте К Вот Здесь Во второй Части Была Пещерка Вот Кстати Она И Есть И В первой Часть Оказывается Тоже Есть Ой Подождите Рано Нам Еще Сюда За ним Нам Еще Рано И Вот Здесь Вот Там Один Из Артефактов Есть Который Нам Необходим Хочу Сразу Вам Сказать Тут Вот Есть Два Тела Таких Прекрасных Вот Эти Подождите Давайте Вот Здесь Тоже Сделаем Заметку Такую Небольшое Рудокоп И Рудокоп То Что На земле Лежит Можете Брать Ну То Что В сундуке Как Только Полезете Они Активизируются И Нападут На Вас Ой Вот Этих Вам Надо Гасить Потому Что Потом Потом Объясню Почему Вам Надо Гасить Потом Сюрприз Будет Даже Не знаю Смогу Ли Сейчас Загасить Давайте Ради Интереса Просто Попробуем Конечно Да Вот Раз 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 У меня Да Загрузить Так Чего Сейчас Я Подкачаюсь И Приду К Вам Ребятки Так Что Недолго Вам Здесь Осталось Так Так Пойдем Глянем Вот Здесь Вот Немного Что Он Бокал Нам Вон Туда Надо Сходить Он За Теми Козли Нами Я Уж Не Помню Кротокрыса Это Мы Как Долго Бьем Нет Давай Давай Беги Беги Я знаю Что от них Убежать Можно Тихо Еще раз Загрузить Где ты Кротокрыс Давай 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 Один Один вот давай пойдем сюда тихо машине машину 3 машин лентом ладно потом я к вам приду не поминайте лихо так подождите вот сейчас то действительно интересно машин слева направо давай подожди а как тут плавать-то стой стой так сохраним а вот на мышке вныряет течение и на мышке же выныривает все нормально давайте сохранимся и вытащим 3 кротокрыса хотя с них мясо по идее в два раза больше можно брать когда научишься а по времени у нас еще рано что давай 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 иди сюда тасс мы тебя выманим крыся хотят там один остался болит а подожди дай-ка сохранюсь блин а не успел подожди загрузить сейчас я с камушка сойду ну давай иди сюда давай на на ты не можешь надо укусить можно-то наверху все мясо взяли выходим вот такой я молодец и зачем же нам надо было все это делать а вот зачем есть там один гаврик а нет подождите не то пещера прошу прощения вы не то пещеры пещеры обознался ладно тем не менее смотрите у меня уже мало а разговоров еще нам надо сделать много сейчас еще вот этих выслушать и куда это мы идем в лагерь от тебя ведь не будет неприятностей а парень ну пока нет с ним в лагере да просто хотел посмотреть что здесь есть давай вот а диего сказал что я должен встретиться с ним в лагере ладно раз так проходи вот это кстати мощный стражники вот эти отношения к этому делу увидите там булок стоит это тот который нам людей навешал при встрече так сражник призрак призрак это хрень это перед тем как стражников стать стражник стражник отчеты к нему прилип то и так вот он я расскажи мне что-нибудь о старом лагере расскажи мне что нибудь о старом лагере он самый крупный и мощный из трех лагерей гомес и его люди контролируют лагерь а вместе с ним и обмен рудой раз в месяц король присылает нам все что мы закажем старик у нас в руках ясно он присылает нам вино хлеб мясо оружие все ты тоже можешь иметь свой кусок если присоединишься к гамезу а что с двумя другими лагерями два другие лагеря отделились от нас чтобы найти способ сбежать из колонии новый лагерь находится на западе тамошние маги думают что смогут подорвать барьер как только наберут для этого достаточно руды есть еще секта придурков на востоке их лагерь стоит посреди болота они сидят и умоляют своего идола освободить их он пока что не отвечает на твоем месте я бы не стал тратить время на этих фанатиков понятно только барьере расскажи мне о барьере я мало что могу о нем рассказать мы знаем только что он непроницаем что случится если попробую выйти за барьер последний кто попробовал уже мертвый этот чертов барьер легко впускает тебя внутрь но обратного хода нет если есть один способ выбраться я его найду уже хочешь выбраться отсюда ты же только что попал сюда ничего страшного до встречи надо кстати не вздумайте вот заходить чужие дома можно так или отхватить а еще если вдруг вот видите сундуки тут есть хотя бы что-то возьмете в чужом доме и вас заметят вам хана ну-ка давай вот с торосом кажется ты не пропускаешь замок посторонних только люди гамеса могут заходить замок ты сможешь пустить меня замок если я поделюсь своим запасом руды про письмо не надо говорить это мало ли меньше знает крепче спит так а ты сможешь впустить меня в замок если я поделюсь с тобой своим запасом руды своим запасом сколько но пересчет этой руды должен занять много времени мы с парнями должны считать достаточно долго чтобы ты успел проскочить ну скажи сколько именно думаю тысячи кусков будет в самый раз тысячи кусков но можешь пройти бесплатно когда будешь одним из людей гамеза ну тысячи кусков можно конечно но это долго копите более жалко отдавать это уж точно у меня есть тысячи кусков руды пропусти меня давай кого-то я хочу стать одним из людей гамеза да что ты говоришь и почему это ты думаешь что можешь быть полезен гамезу а почему бы нет у меня есть тысяча так не нужно попасть за вот давай диего не будем прикрываться а почему ты сам не можешь меня испытать малыш не все так просто у каждого новичка который хочет чего-то здесь добиться должен быть покровитель покровитель из людей гамеза и он сам тебя испытает ведь он будет в ответе за тебя и за все что ты натворишь таков закон ну ладно и я ничем не могу тебе помочь нет ты так сказать немного маловат чтобы быть нам чем-то полезен лучше делай то что твой покровитель тебе доверит но я смогу делать и то что скажешь мне ты да ну вижу не терпится стать героем да вообще то есть одно дело как раз для того кто не засветился с гамезом но смотри провалишь дело получишь море неприятностей говори я выполню твое задание все что я тебе скажу должно остаться между нами ни слова другому понял конечно у нас здесь есть один проблемный парень из нового лагеря мордрак он крадет у баронов конечно они почти все такие в новом лагере но этот ворюга совсем обнаглел крадет у нас и нам же продает он слишком много себе позволяет потому что знает что я ему ничего сделать не могу почему да потому что сами маги его защищают так я почему маги защищают вот утром роги защищают мордрак на наши маги общается с магами из нового лагеря и он их посыльный думаю если я убью или вышвырну из лагеря одного из их гонцов они рады не будут а как же я что маги могут сделать со мной ты новенький тебя они не тронут а вот я отвечаю головой за действия своих парней а потому важно чтобы ты держал свой рот на замке кажется что маги тоже доставляют тебе хлопот ну-ка вот это вот хочешь чтобы я убил его мне все равно главное сделай так чтобы я его больше не видел хорошо где я могу найти мордрака на другой стороне замка возле южных ворот не осмеливается совсем заходить в лагерь я займусь им не буду так 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 тысяча кусков но у меня нету тысячи кусков руды так с ним и поговорили давайте попробуем у диего поручиться до встречи у диего нет грим еще рановато рода клуб господи тут митти или кто были во второй части живет вот и недавно здесь я тебя ни разу не видел ты не против если я пройдусь с тобой немного тебе же сейчас нужен друг а за что тут в первой части как хорошо мы сможем поговорить мы идем или это сюрприз знаешь я люблю его можно не читать он тварь за это как как тебя дела вот кружные люди неплохо если умеешь хорошо готовить друзья к тебе сами придут хочешь попробовать тушеный рис вот возьми и сам убедись как это вкусно спасибо а ты мог бы мне помочь так что тебе нужно что тебе нужно думаю ты любишь вкусно поесть я придумал новое блюдо рагу из мясных жуков аля снеф с рисом и грибами я дам тебе столько рагу сколько захочешь но для его приготовления мне нужно три жука и немного грибов пяти должно быть достаточно когда ты выйдешь через южные ворота там где разрушенная башня ты сразу увидишь поляну на которой они растут ой да без проблем мне нравится идея с рагу тогда постарайся достать мне нужные ингредиенты тот кого я в последний раз отправлял за ними так и не вернулся наверное ушел в новый лагерь как звали того кого ты посылал за грибами до меня нэк ему здесь не очень нравилось думаю он уже сидит где-нибудь в новом лагере я посылал его за грибами но он так и не вернулся ты знаешь где найти жуков там где много мусора возле стен лагеря есть несколько заброшенных домов может быть там ты что-нибудь найдешь на первый взгляд они кажутся несъедобными но это обманчивое впечатление из них получается отличная рагу ну все думаю закончим разговор я не буду тебе мешать ним мне уже мешать я уж не помню за каким хреном он не нужен будет итак я хочу стать призраком ты можешь замок все не так просто если ты покажешь себя с лучшей стороны мы примем тебя и как это сделать найди себе хорошего учителя когда ты научишься подкрадываться или открывать замки тогда я смогу тебе помочь и я хочу стать призраком и что ты мог бы помочь мне я не знал как врет же врет надеюсь ты знать так отлично да отлично только почему устроиться один попал видимо не вовремя я тебе здесь раньше меня зовут рудакопы и призрак на любимых бойцов дождешься выхода своего бойца и обратишься ко мне отлично я возьму твою руку и выплачу выигрыш не более одной ставки за вечер а то были тут у нас лучше и это все рано еще ну-ка отлично заткнись ты давайте посмотрим что у меня с удой это пища зелье документы сохранить а я сохранял что давай я хочу не более давай я часто так ставка 50 предлагать у тебя где-то дом дом разрушены вот у него можно спать еще в одном разрушенном доме но отлично даже и не знаю дом не только пещера осторожно больше не хочу это слушать это не слишком интересно поговорим о чем это то что ну как жизнь ну как жизнь что тебе надо спешка не доведет до добра слышите слышите на так так все еще где то есть нет нет но зато есть ящик пустой правда опять привычка вот в этой пещере можно поспать она бесхозная а я не умею взламывать замкид по крайней мере она была бесхозна давайте посмотрим за грибами сходим нужно думать прежде чем что надо выживать время ложка не доведет до добра а где говорит глупость неизлечимая давно это знак ты говоришь привратники мощные ребята вот эти грибы грибы мне надо грибы идем за грибами кстати когда вы их убиваете не всегда адский гриб не всегда получат что вы их убиваете потому что они живут их надо добивать так но думаю достаточно до собрал можно отнести повару так и по времени у нас еще только 8 часов нормально эй ты я тебя здесь раньше не я только что выходил еще бы меня недавно сюда забросили будь осторожен за пределами лагеря очень опасно только в лагере тебя смогут защитить ну конечно конечно нам сюда наверное пойдемте отнесем эти грибы повару и получим сколько-то очков опыта да не густо у меня осторожно уже тогда было я кузне кстати тоже смотрим надо давай здесь защищайся идиот он даже с тобой отчеты ушел то давай положь поварешки поговори со мной я достал все ингредиенты посмотри хорошо теперь их нужно положить в котел и рагу будет готово вот так давай сейчас он нам если не ошибаюсь три порции даже даст и каждый день можно будет ходить к нему на халяву и питаться вот возьми и сам убедись как это вкусно я уже настает вечер так 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 хороший никуда куда мне куда как бы мне как бы мне не хотел бы я чтобы со мной поступили так же давайте посмотрим какие задания за свой но еще взял лучше не то что сейчас Эй, новенький, я Мордрак. Запомни меня. Я продаю всевозможные товары по низкой цене. Да, я знаю. Покажи мне свои товары. Так, в этом лагере. Ну-ка, вот так вот. Ты действительно один из гонцов магов? А что, если так? Да я просто так спросил. Посланники магов носят печать, которая служит пропуском. Ты сможешь получить ее, если станешь одним из нас. Ну и пока мы тебя трогать не будем. Нельзя верить всему, что слышишь. Ой, подожди, стой, стой, стой. Это кто? Это волк, нет? Чакал. А, новые лица. Что тебе от меня нужно? Хочу предложить тебе свою помощь. Ты здесь новенький, а такие часто попадают в неприятности. Я смогу избавить тебя от некоторых из них за небольшое вознаграждение. Всего 10 кусков руды. Это же совсем... Так ты говоришь... Сейчас у меня нет 10 кусков. Сейчас ты пытаешься меня обдурить, да? Не думаю, что здесь... Так, а если я откажусь платить? И что... Пока ты будешь в моем районе, я буду приглядывать за... Если на тебя нападет кто-нибудь из нового лагеря, или ты поссоришься с каким-нибудь ненормальным из лагеря сектантов, я приду к тебе на помощь. Если ты поругаешься с кем-нибудь из рудокопов, мы поможем тому, кто нам платит за защиту. А если заплатят оба? Тогда мы понаблюдаем за дракой. Но такое зрелище здесь редко увидишь. Так. А если я откажусь платить тебе? Эй, не стоит наживать себе неприятностей. Ты еще не знаком с нашими порядками. Подзаработай немного руды, и когда будешь готов, все равно заплатишь. Это можно сделать в любое время. Вот только пока ты не заплатишь. Не рассчитывай на мою помощь. Это понятно? Ну, само собой. Мы еще увидимся. Постарайся не ввязываться в неприятности. Мы больше не случились за что-нибудь измениться. Скажи, а за что тебе сюда отправить? Ой, ты-то молчи. Так, уйди с дороги. Нужно думать, прежде чем у шатил бы, вы за мной поступили так. Так, я думал твое предложение. Вот тебе 10 кусток. Возможно... Ага, 10 кушков руды. Ну-ка. И почему нельзя держать язык? 10 кушков руды, ага. Нет, у меня столько. Здесь никому нельзя доверять. Так, ну мне надо, как много предателей. Взять еще сразу. Немножко заданий. Я думал, это уже давно решено. Эй, в колодку. Правильное решение. Вот видите, только зашел, но он уже сразу агрессивно себя ведет. Не самое лучшее решение. Так, и что мы здесь видим? Это чей-то дом. Кто-то в нем лежит. Так. Эй, ты! Я продаю болотник и эликсиры из лагеря сектантов. Что-нибудь хочешь купить? А пока нет. Что такое болотник? Новенький, да? Большинство из нас курят болотник, чтобы расслабиться. Травка, дурман, трава. Так, я хочу стать призраком, присоединиться, но на самом деле я не буду. Да, хочешь показать, что ты чего-то стоишь? Ну хорошо, можешь помочь мне. Если сделаешь все как надо, я поговорю с Диего. Что ты хочешь от меня? В лагере сектантов есть один тип. Галом. Важный парень. Один из гуру. Он алхимик. И у него есть рецепт очень эффективного целебного эликсира. Если у меня будет этот рецепт, я смогу готовить такой же эликсир. Но к Галому просто так не подобраться. И что я должен сделать? Болотным придуркам постоянно нужны новые люди. Ты здесь новенький, и тебе будет легко притвориться, что ты хочешь присоединиться к ним. Галом. Один из гуру. И именно он испытывает новичков. Когда встретишься с ним, попробуй получить рецепт. Как ты его добудешь, мне все равно. Можешь купить его или украсть. Так, мне кажется, это не так уж просто, что я так получу. Мне кажется, это не так уж просто. Что я за это получу? Когда ты захочешь присоединиться к лагерю, Диего спросит о тебе. Угадай, что я ему скажу? Ну ладно, может быть, придется заплатить за рецепт. Ты дашь мне 50 кусков руды? Может быть, мне придется заплатить за этот рецепт. Ты можешь дать мне 50 кусков руды? Даже не думай об этом. Так, не получилось. Давайте. Ладно, я попробую его достать. Пообещаем, где находится лагерь сектантов. Мне это... Ну давайте спросим на всякий случай. Где находится лагерь сектантов? Я знаю, Гел. Выходишь из лагеря через южные ворота и идешь на восток. Тебе не помешала бы карта. Хочешь? Можешь купить ее у меня. Всего за 50 кусков руды. Южные ворота — это там, где разрушенная башня? Точно. Ну... Ой... Вот так, рудокоп, рудокоп, рудокоп. Да пребудет с тобой спящий незнакомец. Я здесь, чтобы наставить тебя на путь истинный. И каков этот истинный путь? Путь спящего. Лишь в его силе освободить нас. Гуру хотят призвать спящего и поэтому сейчас в нашем лагере готовится великая церемония. До сих пор он говорил с нами только в видениях. Но пришло время увидеть его воочию. Чтобы достичь этого, нам надо объединить всю нашу духовную силу. Для этого нам понадобится много последователей. Наш лагерь недалеко отсюда, на болоте. Хочешь, я могу проводить тебя туда? А какая же мне польза от того, что я присоединюсь к вам? А какая мне польза от того, что я присоединюсь к вам? Возможно, ты станешь одним из избранных, кто получит от спящего магический дар. Или ты сможешь достичь больших высот и стать стражем. Только лучшие из нас могут добиться этого. Если будет на то воля спящего, ты можешь даже совместить оба этих занятия. Видишь, наше братство многое может предложить тебе. Серьезно подумай об этом, прежде чем решить присоединиться к какому-нибудь другому лагерю. Так, ты знаешь, кто такой спящий? Ты знаешь, кто такой спящий? Спящий говорит с нами во снах и видениях. Вот уже пять лет он ведет нас за собой, с тех пор, как Юберион впервые услышал его. Все члены братства отвергают трех богов и молятся о спасении лишь спящему. Спасении? От чего? От этого проклятого места, конечно. Спящий укажет нам путь к свободе. И что сказал спящий? Он привел нас к развалинам старого храма на болоте. Именно там мы построили свой лагерь. Он даровал нам свободу действий. Никто из нас не горбит спину на шахтах. Он открыл нам силу болотника. Мы продаем его другим лагерям и взамен получаем все, что нам надо. А избранных он одарил магическим даром. Его магия более могущественная и древняя, чем та, что используется остальными. В общем, наркоторговцы. Расскажи мне о магии спящего. Этот дар позволяет человеку управлять силой своего разума. Только гуру посвящены в таинство магии спящего. Так, пока мы не пойдем туда. Знаешь? А вот сейчас вот я хочу проверить одну штуку. Ну-ка, пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Хочу тебя проверить. Я тебе не верю. Я тебя проверю. Кстати, можете мясо пожарить сырое, если у вас есть мясо. Так. Многие считают меня ненормальным. Я тоже считаю тебя ненормальным. О, пошел, смотрите. Пошел, пошел. А знаешь, зачем ты мне нужен? Так. Ой. Куда-то я не то сохранился, да? У меня нет хорошего оружия, но мы ничего не сбримся. Подождите. Как у тебя нет хорошего оружия? Давай, иди ваёй. Ты мой лучший друг. У меня нет хорошего оружия, но мы ничего не сбримся. Сразу убежал. Что за скотина? У меня нет хорошего оружия, но мы еще встретимся. Убежал от них. Ой. Все. Беги домой. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну, а мы пока ляжем спать. Спать до утра. Хорошо выспался. Ну, вот и славненько. Ну, что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставьте комментарии. Ну, и увидимся уже в следующем видео. Пока.